Насчет переквалификации в семейных врачах, это знаете, я ничего не имею, не то что против, я даже очень поддерживаю институт семейных врачей, но я не думаю, чтобы было правильное решение как-то этот институт внедрять в альтернативу других специальностей, как педиатрия и так далее. Я сейчас объясню почему, потому что в городских условиях надо обязательно иметь профильных врачей, это очень важно. На уровне сел, например, там где население меньше и в принципе детское население там еще меньше, если вот так брать, там институт семейных врачей прекрасно работает. Так что я не понимаю, почему было принято решение, чтобы это были две альтернативы, а не, скажем так, параллельные системы. В разных странах это работает по-разному. Там в Англии они называются general practitioners, такие практиционеры общего характера, например. Там это не в названии делают, все это делают, все страны по-разному. Так что надо было просто взять ту реальность, которая есть в Украине и просто приспособиться к нему. Так что я не думаю, что этот процесс тренинга врачей по семейной медицине надо останавливать. Наоборот, надо больше, больше, больше врачей охватывать. Но это не взамен той существующей системе, которая существует в стране. Первичная медицина – это одна из самых, если не самых важных уровней медицинской помощи. Ее надо развивать, в нее надо инвестировать. И как раз то, что мы сегодня говорим о полиомилите и вакцинации – это и есть функция первичной планки медицины. Так что надо ее просто усилять любым способом. Продолжение следует...